Заменить газовые приборы, отремонтировать или провести их техническое обслуживание. По этим вопросам жители обращаются к специалистам предприятия «Горгаз». Это филиал акционерного общества «Газпром» газораспределения Уфа в городе Кумертал. Организацию 30 октября посетил глава администрации города Борис Беляев. В ходе рабочего визита Борис Владимирович осмотрел зал ожидания для клиентов, работу единого окна, службы по работе с потребителями, отдела реализации, проектного отдела и других. На сегодня на втором этаже административного здания ведется ремонт помещений. Запланировано также обновление фасада. В настоящее время ремонтируется крыша здания. С эскизами по реконструкции и строительству дополнительного здания ознакомил директор предприятия Рустям Ихсхаков. Это здание должно пристроиться. И здесь будет как бы этот самый вход, еще один будет. А как место там есть? Есть в ту сторону. Там же гаражи будут все ломаться. В ту сторону недоваренности? Да, да. Там все будет ломаться. Вот. Здесь вот у нас предусмотрено вот это вот как кафе небольшое. Для чего? Ну, свои, чтобы как-то питание для своих. Ну и, пожалуйста, могут все приходить. Также Борису Беляеву представили новую установку, разработанную инженером предприятия. Оборудование позволяет производить прокладку газовых сетей, не нарушая асфальтовых покрытий. На сегодня установкой заинтересовали соседние филиалы. В целом состояние организации труда сотрудников газовой службы и условиям, организованным для населения, Борис Владимирович дал хорошую оценку. На постоянном контроле руководства республики и города находится ледовая арена. Борис Беляев в ходе рабочего визита побывал на строительной площадке. Сейчас в помещении, где будет находиться каток, ведется подготовка к монтажу холодильной установки, по которой будет подаваться холодогент. Это что такое? Это сам коллектор. По ней будет подаваться потом холодогент. Мы ее туда подвели, до стены. Самой установки пока нет. Для приобретения данного оборудования требуется дополнительное средство. В настоящее время здания работ достаточно. В коридорах и комнатах укладывается плитка, ведется отделка стен, потолка. Глава города осмотрел план размещения раздевалок, комнат для тренировок, поинтересовался видами работ, которые остались. Как отметил Борис Владимирович, отставания от графика нет, но для завершения работ необходимо дополнительное финансирование. Видим, какими темпами здесь ведутся строительные работы. Все нас удовлетворяет, все идет даже на опережение сроков, поэтому мы надеемся на то, что наша ледовая арена заработает уже на наше 65-летие. Нам не хватает еще порядка 65 миллионов рублей для завершения работ, но правительство Республики Башхатарстан, мы стоим за кичи хамитов, они говорят о том, что в 2018 году средства будут, и мы постараемся их в кратчайшие сроки освоить. Айгуль Мухаммедшин, Владимир Кузьмин, Новости.